Достаточно успешно для Приморья, хотя, наверное, сегодня в докладе позвучат и те моменты, которые реализовать не удалось. Думаю, что это нужно внимательно проанализировать, чтобы скорректировать работу в следующем году. Но о чем хочу сказать главным. В послании Законодательного собрания в конце мая в текущего года поставил одну из важнейших задач. Это задач комплексное развитие территорий, то бишь тех муниципальных образований, которые вы представляете. Я поручил Александру Костенко разработать вместе с вами концептуальные подходы к решению этой задачи, имея в виду использование тех 17 государственных программ, которые у нас приняты, и которые, на мой взгляд, пока с точки зрения разреза муниципальных, пока что используются недостаточно эффективно. И второе – это федеральные программы, имея в виду и государственные программы по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, которые приняты, и другие федеральные программы. Ну и, конечно, безусловно, включение инвестиций, потому что задача, которую перед нами поставил президент России, новый полкред Юрий Петрович Трукник, значит, она должна решаться, естественно, не только на уровне субъекта Российской Федерации, вы знаете, мы в этом направлении довольно активно работаем, но и на уровне муниципалитетов. Понятно, что эта работа должна быть скоординирована, и, значит, когда только она пронесет соответствующие платы. Ну и, безусловно, тогда мы только сможем говорить о развитии каждой из наших территорий комплексно, имея в виду и социальную сферу, и развитие промышленности, развитие сельского хозяйства, туризма и так далее. Поэтому одно из первых наших заседаний, я не имею в виду, может быть, даже советглав, а скорее это будет совещание с главами, потому что мы встречаемся с вами в разном формате, в одном и том же составе, название только «Встреча» по-другому звучит. Я думаю, что либо в конце дворя, либо в начале февраля мы проведем вот такую встречу, очередную, с обсуждением проблем улиц на развитии территории. Муся Александр Иванович, значит, об этом знает, хочу вас об этом тоже поинформировать, что вы готовились, мы подберем поступающие территории. Я жду от вас предложений, даже самых неожиданных, имея в виду не только попросить денег, потому что, безусловно, задача такая, наверное, одна из самых простых. Многим из вас она успешно реализуется, я имею в виду попытки коллабирования и так далее. Это, в общем, не так уж и плохо, что вы должны этим заниматься. Но я хочу от вас немножко другое услышать. Это предложение по дополнительным возможностям, которые мы можем получать. Либо путемные семь изменений в Кривой законодательстве, либо федеральной. Я хочу вам напомнить, вы, вероятно, знаете, что я в числе трех губернаторов стал членом президента, точнее, членом президента Совета, предпрезидентами. Будем собираться у президента раз в месяц обсуждать проблемы социально-экономического развития Российской Федерации. Ну, безусловно, я президент попросил нас готовить соответствующие предложения. Мне было бы чрезвычайно важно, как говорится, напитаться идеями из ваших районов, ваших муниципалитетов. Потому что, безусловно, это же основная и главная задача своей работы в президенте экспертного совета. Я вижу, что мы помолируемые предложения по развитию Приморья, по развитию... Готово бы дать дальнюю соответствующий эффект по развитию Приморья, дальнюю восток России, потому что понятно, что это наш родной регион. И первая, так сказать, главная задача, которая перед нами там стоит, это сделать все, чтобы наш с вами регион развивался быстрее, лучше, и чтобы люди здесь жили лучше. Поэтому вот хотел бы на этом свое краткое приветствие завершить. Мы с вами, значит, в таком формате уже встречаться в декабре не будем, или будем, Александр Иванович? Уже не будем, скорее всего, да. Поэтому, значит, подводя итоги года, хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать удачи, успехов в предстоящем году, ну и, конечно, развития ваших территорий. Спасибо.